Всем привет, друзья, ребятушки, с вами Юран. Кстати говоря, я обратил внимание на то, что у нас с вами по карте пока есть враги, народа, наверху. Давайте поднимемся и наведем там как говорит, свои порядки. Потому что с вами нужны бабки, нужно зарабатывать опыт, нужно зарабатывать очки. О-о. По-моему, это... О-о, это больше похоже на очки Аськи. У нас с тобой что-то никого нет. О! Скорпиошки, здорово! А чё она не прицеливается-то, баба? Ребята! Вы чё здесь? Давайте обратно в песок! Все валим. Ну-ка. Негоже это. Мы тут расхаживать возле моего номера. Сейчас ещё что-то здесь, гляди, сделают. Натворят. Не, ну а чё они могут сделать? Заберутся там. Все... Все таруханы, всё поломают. Всё поразносят. Сколько у них ХП получается? Где-то около сотки в районе сотки. Я вижу, сколько мы снимаем с тобой. Так, и 19, 18, 19 и 12. Получается, если по математике у меня был кол, то и того получилось полторы тысячи. Всё понятно. Опыт 120, ладно. О, 48, 2560, 37. Ладно. Давайте-то с вами, ребятушки, мы перейдём на ту территорию и сразу же продолжим. Не будем откладывать время. Зря, чтобы не пропускать, так сказать, драгоценное наше время. Времечко и не терять его. Кстати говоря, можно попробовать чуть-чуть посмотреть здесь в баре. Может быть, это есть грязные тарелки, так и остались грязными. Еда на них засохла. В смысле, ну так помой. Полки забиты разноцветными бутылками. Ну, чё им-то хоть возьми с собой. Какую-нибудь ещё газировку, там, я не знаю, там ещё что-нибудь. Отполировано до блеска. Владелец держал всё в чистоте. То тело на водонапорной башне. Видимо, это он. Ну да, я же говорил, как он назывался у нас с тобой, я забыл. Давай-ка напомним, как он назывался. Он с тобой назывался как Джина и его Рой Мух. Вот как он назывался. Ну, как бы, если еда здесь... Ничего не мытое, не промытое, это весьма странно. Как бы, как он мог держать в чистоте, когда здесь еда кругом, навалом, не вымытая официантами тарелки, но при этом отполированный до блеска у нас с тобой стойки. Это какой-то бред. Камушки обсыпаются. Здрасте, ребята. Кто там? Давай, скалолазы. Вылезайте. Чё там всё сыпется-то? Ох, здорово! Ты какими судьбами? Дорогой мой. Да куда ты меня... Давай уже. Иди отсюда. Он пока соберётся прыгать, я сейчас уже отъехать успею с 50 миллионов раз. На тебе, в бочину, всё. Успокоился, скалолаз ты недоделанный. Так, ладно. Опыт 75. О, о, 50. Это 2 610. М4, 41. Энергетик. Всё забираем с собой. Так, мне комментарии пишут, я вижу, пришли, вы их не видите. Они как накладка у меня появляется поверх экрана, я вижу. Спасибо большое тебе, Quantum Alex, мой ты любимый и дорогой человечек. Я надеюсь, если ты сейчас смотришь моё это видео, то это действительно для меня очень дорого. Столько поддержки, уже больше года меня смотрят. За что ему огромное спасибо за всё его драгоценные реакции, которые он оставляет под моими записями. Всегда поддержка. Это всё очень дорого, ребята, поддержка. Вы думаете, я что, шучу? Я не шучу, я вам правду говорю. Это правда жизни. Чё мы с тобой можем заюзать? В принципе, можно колу отхлебнуть. Чипсы кола, валидол. Давайте. Целин, а целин давай завязаем. Всё, хотя бы так пускай. Ну, заодно и место освободили. Бицелин. Вместо бицелина можно поставить обычный целин, я думаю. Вот так пускай будет. Алё, Гэри Дуглас. Давайте звонок по рации. Домофон. Давайте в мегафон позвоним, в домофон. Алё, кто там? Ах, это ты. Сейчас я без ножного протеза. Тебе придётся открыть дверь самостоятельно. Слева от неё есть ключ. Иди к фургону через гараж. В смысле, баба, это сам мужик? Ты чё? Пират ты, одноногий. Открой дверь. Привет. Ты не можешь найти ключ? Внимательно посмотри на нижнюю часть стены. А, ну вот там что ли? Здорово. Ну да, он же за решёткой. За текстурами, так сказать, спрятался за решётчатыми. В вентиляционном отверстии висит ключ. Но я не могу достать его. Если бы можно было бы подтянуться кверху. Ну да, что же нам с тобой? Круглый магнит, правильно? Зато он и нужен. Обычно такими штуками, как правило, аппаратами достают какие-то игрушки. Но, так как обычно это разводняк и всякая кидалова, даже где там, знаешь, что эти вот 15 айфоны всякие разные ставят, 20-е, на стойку. И ты пытаешься эту коробку поднять, вот этими щипцами схватить. И там ты столько денег проиграешь, что дешевле было бы уже два таких айфона купить себе. Чём вот такой вот лажей заниматься. Ну и чё такое-то? Давай, в конце-то концов. Подруга. Во, хорош, ключ от гаража. Взять от предметка, где что взять? Всё, класс. Дверь открыта ключом от гаража. Зачем надо было дверь запирать, непонятно. Ото всех заперся, они всё равно сквозь эти самые, не умеют ходить сквозь свои текстуры, сквозь дороги. Дома и прочие вот эти вот перемещаться. Это в первой части у нас с тобой такая лажа, в конце босс был главный этот моллюск ползучий. Кто там опять? Мухи летают. Муха. Давай, муха. Всё. Так, там у нас с тобой летучие тоже вон. Ты куда на машину полез? Алё, малой. Ты чё слышишь? Насастый. Пиноккио. С крыльями. На тебе. Всё. Сейчас я вам тут покажу, где здесь. Ты куда пополз, к рулю. Слышь, уехать хочет, слышь, от нас хочет свалить. Ты чё, ну стой. Всё, поймали, догнали. Нечего. Опыт 60. О, 180. Две 800 у нас с тобой. Здесь, слушай, здесь, по-моему, всю игру можно с пистолетом пройти. Не кажется, это как грузовик в плачевном состоянии. Даже не верится, что он ещё на ходу. Ну, бывает. Но Дуглас-то здесь, так сказать, Дуглас, Дуглас. Это же этот самый Дуглас. Погоди. Как он называется? Актёр же есть, этот Дуглас. Я забыл, как он называется-то. У него имя Дуглас тоже было. Ой, собачка какая хорошенькая. Так, что у нас с тобой такое? Верёвка. Сейчас она мне не нужна. Почему не нужна-то? Верёвка всегда, как говорится, в хозяйстве пригодится. А может, это оптоволоконный кабель, интернет проводить будем? А напряки, у нас с тобой инженер... Инженер-технолог просто высшей категории, а я брею. Ты какая хорошая. Ой, какая. Гав, ой, ты какая. Можете тебя погладить, собачка. Смотри, она побежала куда-то. Нас с тобой сопровождают, наверное, к Дугласу, скорее всего. С тобой прямо из-за река даже видно, как стоит эта верёвка. Гав, входи. Приятно познакомиться. Ох, прикинь, я тут оружейная вообще. Как у людей в чёрном? Станок? Походу, сам оружие даже делает. Смотри, какой. Ого. Рад видеть, что моя скромная коллекция кому-то понравилась. Кто бы мог подумать? Агент Брея, верно? Сойдёт и просто Ая. Хорошо, Ая. Кстати, не один из твоих друзей. Вот уж от кого-кого от ФБР звонка я никак не ожидал. Это был Пирс. Эйден Пирс из Watch Dogs. И мы с ним договорились кое о чём. Очкастый. Я позвали тебе менять ООО на пушки, а он заплатит мне позже с его слов. ФБР и Пирс держат своё слово. Дай знать, если заинтересуешься чем-нибудь. Он говорит, что она из Кипра, при этом она ещё говорит, что она из ФБР одновременно. Бабы, ты уж определись. Откуда вы-то? Прочный железный ящик. Ну да, закрытый, видно. Чё у нас с тобой здесь есть? Как вы получили лицензию М4А1 и МП5? У меня был друг среди военных. Вот он и подсобил кое-чем. Это же незаконно. Ну ты же не будешь шить мне дело за моё влечение? Конечно нет, куда нам? Боже, на его стойке с оружием установлена машинная система освещения. Чего? Какая дивная коллекция. Какой трепетный уход за ней. Да, ты в теме. Впечатляющая коллекция оружия. Ну а чё, ему надо всяких собак здесь в сутулах отбиваться? Нет, мы не про эту хорошую милую собачку. Хотя она с обрезанным, по всей видимости, хвостом. Зачем надо было хвост обрезать? Некоторые так делают для красоты, но на самом деле это ужасно. И уши обрезать животным. Что за издевательство над животными? М700, М92, П229. Ты знаешь своё дело. Эх, а вот моя жена жаловалась. Знать своё дело, это моя работа. Стеклянная витрина с оружием. Куда баба-то? Баба, наверное, от него сбежала. Набор гражданской бумаги. А, наждачной бумаги. Видимо, она для ухода за пушками. Наждачкой ухаживаю за пушкой. То же самое, что наждачкой, по-моему, задница подтирать. Эффект очень, очень будет отрицательный. Особенно, если у вас геморрой, ребят, расчешьте только так. Я вам гарантирую, потом из геморрой пятой степени превращайтесь в десятую. Будете как паразиты в первой. Там, то ли у него что-то там, не помню. То ли у него там мошонка была, то ли у него там геморрой был в десятой степени. Пятнадцатая у бабы там тогда развился. Вообще трындец. Токарный сынок и сварочные принадлежности. Ага, все понятно. Видимо, она для ухода... Так, это все понятно, мы с тобой уже посмотрели. Тебе что-то нужно? Покажи свое оружие и расскажи про убежь. Давай спросим, что именно тебе нужно? Оружие П-08. Это что такое? Вальтер? Серьезно? Это же... Это пистолет со второй мировой войны. Нахрена он мне нужен-то? Это же бред какой-то. Какая-то помойка, мусорка. Ладно. Спарка для винтовки. Спаривательный магазин для М4А1. Плюс 30 патронов. Слушай, нормально. М9. Штык-нож для М4А1. Типа штык-ножом протыкать в упор. Я не особый любитель подходить к программам в упор, поэтому такая себе тема. Гранатомет размером с пистолет, стреляющий с 40-мм патронами. Ну, конечно, они же пистолет за все отдали. А нам с тобой никто ничего не дает. Так, подожди, а что у них из одежды? Давай посмотрим. Наплечная кобура, одеваемая поверх майки кобура. Здоровье 0. М плюс 20. Карман 4. Быстрее прицеливание. Одеваем поверх кобура. Быстрее. БЗК. Используем военный бронезащитный костюм с аптечкой. Здоровье плюс 20. М не прибавляет у нас, разумеется, кармана 6. Зашито от отравления, как и наша с тобой куртка, которая была с распродажи с Алика. И в исполнении СДР. Используем военный бронезащитный костюм с аптечкой. Прикольно. Но у нас все равно с тобой жилет наш покруче, мне так кажется, будет. Поэтому лучше купим с тобой, наверное, может быть, у него винтовку М4А1 возьмем, наверное. И из боеприпасов можно запастись. Патрон 5,56. Так. Итого 300 патрон. А, при себе 240. В смысле? Написали 300, а оказалось 240, чёсло лохотрон. Алё. Предметов 20 из 20. А сколько максимум можно... Если закупаться, надо будет, ребят, по максимуму закупаться. Граната у нас с тобой. Сколько у нас по дамагу, кстати говоря? Урон всего лишь 22. Прикинь, если 9-мм бьет 10, 22 всего лишь. Бред. Ладно. Батарейки, топливо. Оружие на батарейках или топливо можно подзарядить бесплатно. Прикинь, у нас с тобой бесплатно дают подзарядить свой айфон. Но так как у нас с тобой нету МП5 с его вспышкой, там, айфонской, то, разумеется, смысла в этом абсолютно никакого нет. Ладно, хорошо. Как скажете, боеприпасы целин. Так, это у нас с тобой не надо, у нас с тобой всё при себе имеется. Всякие разные целины, бицелины и прочее. Лажа, лабуда. Так. Целины, бицелины. Трициклины. И прочее. Так, винтовка. Ладно. Всё, сейчас, ребяточки, мы с вами пойдём гасить врагов народа с винтовкой. Так, давайте зарядимся. Нет, параболом мы куда заряжать-то будем? Всталь это мы с тобой убрали. Так, патроны. Ага. А, вот они. Хорош. Всё, 30 патронов. Так, гидра, нам с тобой... А, зачем у нас здесь? А, я понял. Нужно у нас с тобой была. Перцовая оболочка. Целин, бицелин. Теперь боевой фонарь можно в это переместить. Вместо гидры поставим. Пускай будет нормально. Давай спросим ему про убежище. Тебе что-то нужно? Так. Конечно нужно, мужик, ты чё? Расскажи про убежище. Я слышала, что в окрестностях есть убежище. Убежище? Ну да, из фоллаута. Если только бомба убежище. Из тех, что рыли военные, готовясь к ядерной зиме. Одно такое у нас есть. Оно в холмах. А оно разве не заброшено? Ну, я слышал, что его купила крупная компания несколько лет назад. Батюшки мои. Баба Оралова. Слышали чей-то крик? Это, походу, Земфира. Нет, говорит. Записывает свой новый альбом. Мне не показалось. Мне не показалось, баба. Вон там точно кто-то кричал. Там находится пустующий дом. Я думал, что достаточно оградил то место от людей. Какая-то баба, походу, забралась. Может, какой-нибудь... Я пойду проверю, говорит. Как туда пройти? Нужно пройти через универмаг в центре города. Город? Ты это городом называешь? Серьезно? Но его владелец никому не доверяет. И не оставил мне ключ. Окей, как скажешь, мужик. Ага. Однако за гаражом есть колодец. А в универмаге спуск канализацию. Прикольно мы придумали. Лезешь в колодец и идешь по жутко в вонючие канализации. Короче, я покажу тебе дорогу. Спасибо, мистер Дуглас. Но я справлюсь сама. Что сама делать? Короче, по всей видимости, это там орала у нас с тобой на заднем фоне Земфира, которая записывала свой сольный альбом. Кто не услышал крик, можете перемотать и прибавить громкости. Ну, разумеется, выгнали ее из аудио-студии. Поэтому она решилась уехать так далеко для того, чтобы свою музыку записывать здесь. Если хочешь, звони сколько угодно. А еще купи несколько пушек, пока ты здесь. Окей, так у нас какая-то дверь есть. В кабину. Думаю, что со мной кабина там нет. Видишь? Разнесли, короче, кабину. Ну да, бывает что. Аккуратнее надо быть. Привет! Привет! Эй! А я! Нет-нет, не спрашивай об этом. Кто? Зал? Что случилось? И он решил отлучиться. Мышка отрывается, пока кошка где-то шляется. Нормально, слушай, в рифм он так заговорил. Тебе хоть стихи писать, пирс. Ты пёчкастый-то делаешь в таком заведении. Тебе надо идти стихи писать, да? Как ты там поживаешь? Будь осторожнее, хоть ты гребешь очки охотника лопатой. Стараюсь, как скажешь, окей. Заправка, сохраняемся. Охранение не вынимайте КП. Так, ну чё нам с тобой? Всё, тебе что-то нужно. Покажи своё оружие. Нужна информация. Прости. Я бы помог тебе, но с такой ногой. Чё у тебя не так с тобой? О, батюшки, моя нога скрепит, прикинь. Суставы, понимаю, 50 с лишним лет. Что ж поделаешь? Бывает, но он, может, старый уже, не молодой, конечно. Куда ему? Да нас с тобой. Ой, собачка. Крепыш, покажи ей, малыш. Крепыш, покажи ей, малыш. Смотри, какой. Собаку назвали Крепыш. Нормально. Мы с тобой СМ-кой побежали. Как нам всех накрывать? Так. Давай мы с тобой заберём лебёдку. Верёвка. Думаю, она мне пригодится, чтобы спуститься в колодец. Здорово. Нет, не трёшься собаку, нечисть. Смотри, пополтосы сбиваем. Смотри, как мы все их... Так, ну-ка, сейчас мы с тобой плазмаем. На тебе, всё. Успокоились. Хорош. Всё. На раз-два всех. Смотри, как уработали. Нам с тобой, может быть, кстати говоря, спаренный магазин купить. Тогда у нас будет с тобой не 30, а 60 патронов. Это будет очень круто. Опыт 80-го, 939, ООО32, М4. М4А1. Могли бы и винтовку дать, ладно. Важные вещи. Верёвка. Так, верёвка плетённая стальной проволокой. Она намотана на колёсный диск. Короче, мы с тобой понабирали целую кучу всяких разных карт, бумажек, всяких разных магнитов. Лебёдок. Короче, она у нас с тобой инженер-технолог в высшей категории. Я понимаю, что я об этом уже говорил, но я напоминаю, что она с тобой тоже не пальцем баба деланная. Разумеется, способная на многое. Энерговыстрел давай с тобой изучим. Хорош. Я думаю, что нам с тобой это может быть в дальнейшем пригодится. Так, а что у нас с тобой с тобой такое? Целин, если мы с тобой завязываем. Восполняет 50 применений. То есть, в принципе, можем её завязать. 20 из 20. То есть, мы с тобой, короче, на фулах полностью всё пособирали. Целин, бицелин. 30 клин. Давай используем. Хотя у нас с тобой М была, мы могли М восстановить. Ну ладно. Возьмём колу. У нас с тобой всё. Короче, целая куча всякого набора. Есть огромное количество всего. Заходим в скрипучую дверь. Звук спёрли из Medal of Honor. Первый. На! 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 Мухи! Носастые. Смотри, какие ты у них. Не трожьте собаку. Всё, ты живая. Хорошо, у тебя всё в порядке. Так. У нас с тобой 108, кстати говоря, бабок есть. Надо будет нам с тобой патроны закупать. Главное, ещё их все не растратить. Это смотри, сейчас мы с тобой не уследим, всё растратим. Так и раз, и без боеприпасов окажется. Не, ну кто её знает, бабича, вдруг у нас с тобой что? Она делает, натворит. Собачка меня сопровождает. На самом деле, это очень отважный такой поступок. Пустить свою любимую собаку, которая у неё одна единственная. Жены нету, а собака есть. Открыли дверь. Зачем её надо было запирать, непонятно. Ну ладно. Никто нам с собой по этому поводу ничего не поясняет. Ведра нигде нет, интересно. А вода-то в нём есть? Да, весьма странный колодец. Поход, то говнецо сливали, по всей видимости. Если нет ведра, и где вода, то, соответственно, всё ясно и понятно. Верёвка. Использовать. Давай бабища, короче, по скрипучей лебёдке использовать верёвку. Фух, бабища у нас с тобой устала, уработалась. Она должна выдержать мой вес. Будем надеяться. Собака гавкает, значит, что выдержит. Я думаю, что собака-то... О, да. Чтобы собака сюда-то не полезет, правильно? Похоже, туннель идёт дальше вглубь. Не открывается. Куда идёт, непонятно, карты нет. У нас с тобой сейчас должны быть враги народа. Сохранясь, какие-нибудь летучие мыши из Китая. А, ну да, чему я удивляюсь. Они здесь спят, смотри, какие уйти какие. Конечно, а чё они? Они вообще должны днём спать, а в темноте должны отдыхать. Всё. В темноте должны как раз-таки они двигаться, но они у нас с тобой спящие. Как красавицы. Только это спящие летучие мыши. Летучей коши здесь нету опять. Во второй части таких не придумали. 144 очков мы с тобой брали. Вообще чисто на изи. Так, есть лампочки выключены, ни хрена не видно. Темнотича просто вообще. Хоть глаз выколи. Так, бабища, давай. Так. У нас с тобой нету нигде. Стрёмная музыка, хотя на самом деле ничего страшного здесь нет. Абсолютно бред. Что называется, вшивые кобылы. Ну, разумеется, это же отель, всё выключено, поэтому здесь всё у нас с тобой выключено. Денег нам с тобой никто не... Не это самое, за электричество, за неуплату всё походу поотрубали. Ага, так, ладно. Посмотрим. Здесь есть переключатель. Он положением выколов. Давай включим. О, всё, у нас с тобой раз... Короче, включили с тобой выключатель, у нас с тобой текстуру стали квадратными шестигранными. Может здесь ещё включили? О, прикинь, свет включили. Тут у нас с тобой дырка в стене какая-то. Хм, отверстие что-то есть. Прикинь, протеиновая капсула. Давай как мы с тобой тогда возьмём протеиновую капсулу. Кстати говоря, нам с тобой надо было вот это... А, растворингер у нас при себе, всё. Вместо колу тогда мы с тобой, наверное, возьмём. Нет, мы с тобой можем тогда протеиновую капсулу взять вместо... Бицелина. Вот так вот мы с тобой сохранимся. Сейчас мы с тобой нажмём просто на F1. Алё. F1. Прикинь. Слева вверху ничего не появляется, никакой надписи. Будем надеяться, что сохранка сработала. Как-то это негоже. Давай, бабища, она у нас с тобой на этот раз приоделась в хорошие кожаные сапоги, которые купила тоже на распродаже за 2,5 косаря. И, разумеется, не боится теперь ходить по воде. По крайней мере, в отличие от того, что она по каблуках, каблучищах первой части во второй серии ходила. Кто не помнит, посмотрите. По воде. О, кто-то шагает. Батюшки мои, это кто такой? Хищник. Такой звук, как будто... Это что ещё за чудо-многоножка? В каких-то сапогах, короче, ходит. Прикинь. Ну, у неё такой звук, как будто, знаешь, в кирзовых сапогах, когда ходишь, в неразношенных сапогах такой звук, как по кафельной плитке. Кто если когда-то ходил в этом, то понимает, о чём идёт речь. А я всё равно вижу, он переливается. Ну-ка. Я не попадаю. На! Чудо. По природу. А я вижу, он переливается. Ты чё, слышишь, от бабы отвалил? На тебе бабы, как все забубенят в лобе. Ты чё, ни хрена себе! Здрасте, приехали. Прикинь, как... Короче, бабу ударил вообще головой об этот самый, а потолок. Ты чё, братан, вообще я грыжу. Наглеешь, наглеешь. Не-не-не, погоди, а чё у нас такое за эффект какой-то на... Она у нас действует. Ты знаешь, что мы с тобой сделаем? Так, короче, капсулу. Отхлеб... Слышь! Сейчас мы с тобой, знаешь, что мы сделаем? Перцовый баллончик! Всё, обездвижился! Как... Ой, свалился! Многоножка! Сейчас мы с тобой, знаешь, что ещё сейчас мы сделаем? Сейчас он появится, мы ему фонариком, как с забубенем в лобешник. Но он у нас всё равно... Коль, мы... Собира... Да ты охренел, что ли? Совсем, слышь? Подлец! Опа! А раз! Слепанули тебя, светанули тебя. Ты чё? Многоножка! 105 дамага, хорош, уработали. Прикинь, инвизника. Да-да-да, какие-то полубоссы пошли, лютые. 500 опыта, это спасибо. За такое добро. 200 очков опыта. 15М энергии. Патрон 12-го калибра. Чё это такое мы с тобой взяли? Давай посмотрим. Так, мы с тобой много чё заюзали. Поэтому с тобой надо бы... Так, мы с тобой капсулу захавали, поэтому с тобой на 5 ещё больше увеличилась. ХП-шка, пенициллин. Слепоту, пролечь отравление. Исполняет 30М. Это нам с тобой тоже может понадобиться, кстати говоря, чтобы с ними биться. Так. Патрон у нас с тобой, в принципе, есть. Протеинную капсулу. Это ещё одна, что ли? Погоди, так мы же вроде её зали какую-то. Или не её мы её зали. Так. О, бронестойкость. Смотри, патрон 12-го калибра большой убойной силой. С большой убойной силой и точностью. ПАС, СПАС и АС. АС, ВАС, ФАНТОМАС. Всё понятно. Пулевые патроны. Урон 90, прикинь. Надо будет на вставай, наверное, только после покупки дробовика тогда что-то делать. Чё у нас тогда делать? Так. Мы с тобой можем, в принципе, взять на всякий случай боевой фонарь. Вместо энергетика пускай будет. Можем мхилку завязать. 117. Да, она всё равно мало восстанавливает. Второй раз не будем уже это тратить. Так. Чё у нас с тобой здесь такое? Ну-ка. Ага. Так. У нас с тобой лесенка чудесненькая. Я помню, ребят, когда я играл на телевизоре. На телевизоре. На самом первом своём вообще старейшем, на и старейшем телевизоре я играл в эту игру. Я вспоминаю то, что я не мог увидеть, куда идти, потому что было темно просто. Просто трындец. Это ламповые телевизоры были старые. И я на этом месте-то застрял, и всё. Нет, игра полностью была... Всё равно мой пройдёт. Отвалейте. Так, у нас всё равно надо плазмой делать. Хорош! На! Ты где там летаешь? Алё, чудо. Всё, выбралось. Здесь, короче, у нас с тобой темно. Ничего не видно. Опыт, так, 48. Итого 813. О, 188. Нормально. Подожди, мы с тобой можем, знаешь, что проверить? Мы с тобой можем проверить, что мы можем с тобой митохондрии вкачать. Лучше мы с тобой вот это проверим дело. Это очень важно. 1250. 1550. Нет, как-то многовато, ребята. Столько у нас с тобой нет опыта. Так, где-то тут, может, должен быть переключатель. Нет, здесь нет переключателя, ребята. Ага, всё понятно. Подожди, может быть, это он там? Дальше. Есть? А, во, есть, хорош. Сейчас у нас с тобой опять текстуры станут сразу. Смотри. Квадратными здесь есть переключатель. Включить. А, нет, прикинь, нормальные текстуры остались. Это типа переключатель текстур. Короче, его включаешь, они у тебя из шестигранных превращаются в нормальные. Или из нормальных обратно такие в квадратные. Во! Кто-то с Мариков у нас с тобой тут играл. Шахматная доска и фигура, разбросанные карты и покерные фишки. Прикинь. Это место было дает особой атмосферы для игр. И оно идеально для ночного забега с названием пещеры и монстры. Игровой стол. Прикинь. Сейчас бы сели бы с Дугласом вместе, поиграли бы в шашки, а? На щелбаны. Отвесили бы ему. Леща, стеной, шкаф. Ладно. Это все шутки, ребята. Шутки-прибаутки. Так, у нас с тобой что дальше-то идем? Так, ну-ка. Ага, стеной шкаф. А что на стеной шкафе? Подожди, а что это такое? Коробка с коллекционными картами. На ней написано водк какой-то. А почему не Уно? Очень серьезно. Пирс хвастает своей победой на турнире с подобными картами. Почему взрослые мужчины собирают всякую фигню? Видимо, они так и остаются мальчишками. Интересно, собирает ли что-нибудь этот Мэддиган? Ну, хотя я не хочу знать этого. Полка для Игоря, на ней ничего интересного. На самом деле, я скажу, что, бабища, ты сама не лучше, потому что ты понабирала в себе всяких браслетов. В первой части вообще любила коллекционировать амулеты. И целую кучу всего собирала. Точно так же, поэтому ничем-то от него не отличаешься, я тебе скажу более того. Ничем не отличается, собирает также все всякие разные непонятные, да, текстуры, бумажки, карты, фальшивые удостоверения, купленные с Алиэкспресса на распродаже. Деревянный ящик, тут ли что-то есть, вспышка. Пускай будет тогда, теперь он пуст. Серьезно, какой-то маленький коробочек валялся в таком большом ящике, могли бы хоть бабок положить туда. Или еще чем другого. Ну ладно, нет так нет, че погнали. Выходим, скрипучая дверь. Вонючая, скрипучая, пахучая. Так вот у нас с тобой лесенка, походу, ведущий в универмаг, тот самый. Во, у нас с тобой началась спокойная музыка. Переключатель. Он в положении вкл. Доставить туда как есть, не надо ничего выключать, пускай будет. Коль вкл, так вкл, пускай. Ой, какие звуки. Три точки, список запланированных поставок. Походу, так и не приехал. Че там с тобой? Ой, ты батюшки мои, какое чудо природы. Батюшки мои. Больно-то как, вы че, ребята? Смотри, они лоу хп-шты, правда, ну жесть, он бомбанул, трындец у меня снял лоу хп. 140, ооо, 853, 852, и надо было еще, чтобы было 854. Прямо было бы как положено. Подожди, мы с тобой тогда завязаем, наверное. Протеиновую эту мы капсулу вязать не будем. Хотя, можно, наверное, тогда... Давай выкинем, ладно, не будем. Заморачиваться по этому поводу. Восстановим хп. С тобой 123, пускай хотя бы будет. Так, я думаю, все зависло, трындец на месте остановился, смотрю. Так, следов излома нет, я оставлю немного денег сбоку. Кассовый аппарат, а почему бабки бы с собой не забрать, кстати говоря? Была бы неплохая идея. А я все равно здесь уже никому не нужны. Ну, правда же, говорю. Так, и что-то, короче, у нас с тобой непонятно, че. Ладно. Мне здесь еще не нужно, говорит баба. Ну, ладно, мне не нужно, так не нужно. Так, мы с тобой можем... Вот, теперь дверь открыта. Хорош. Давайте, ребятушки, с этой серии мы с вами продолжим двигаться дальше. Пока что это все. Не забудьте подписаться, колокол, поставить лайк и рассказать друзьям. Спасибо за внимание на встречку. Родите, не переключайтесь. Мы думаем, все крутого и менее интересного. Мне не видно, что там внутри, там слишком темно. Подожди-ка, там кто-то смотрит наружу. На меня. Вообще-то там никого нет, подруга. Если что, мы с тобой там всех вынесли, кто-то на тебя может смотреть. А, куда он делся? Видимо, показалось. Ты о ком? Паба, с тобой все в порядке вообще? Конечно, тебе показалось. Потому что точно никого нет. Я тут еще поизучал тот имплантат. И должен сказать, что происходит и что-то очень серьезное. Послушай, некоторые компоненты можно найти в любом магазине радиодеталей. А некоторые мы даже не знаем, из чего они сделаны. Но они органические. Видимо, это высокотехнологичное военное устройство. Я буду держать тебя в курсе. Спасибо за ненужную информацию. Ладно, ребятушки, пока что на этом все. Еще раз. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Крутите, не переключайтесь. Вы найдете все крутого и меня не интересны. Так что... А, тогда, знаешь, что я сделаю? Лучше я тогда возьму патроны. На всякий случай для нашего с тобой... Так. Батюшки, ну мы с тобой понабирали всякого хлама-то, а? Трицелина, бицелина. Смотри, сколько всего. Мы с тобой все это не используем, обратите внимание. Гидро мы с тобой можем выложить тогда, пускай будет. Так, все. Все, ага, вот так можно было просто вверх нажать. Короче, ребятушки. В принципе, интересно. Место немножко освободили на всякий случай, чтобы потом... ...можно было что-нибудь еще взять. Лишние. Вспышки все у нас с тобой. Вспышка слева, вспышка справа. Оставим тогда, наверное, одну вспышку. Все равно есть боевой фонарь, если что. Так что... И все, забираем тогда с тобой боеприпасы. Давай, подруга. Взять? Конечно, взять. Ты что? Патроны лишними никогда не бывают. Так что, до новых встреч. Огромное спасибо за внимание. Скоро увидите, не переключайтесь. Будет очень классно, круто и интересно. Так что, с вами был Ваш Юран. Как огромное количество гайдов, летсплей всего крутого. Слушайте мне на канале Астероид Бел. Так, кстати, Ая, должно быть там очень опасно. Я знаю, что это твоя работа, но ты получишь компенсацию, если помрешь. Чтобы там ни было, не стоит идти на поводу уличных трагедий, как Руперт. Убивать только ради мести. Должно быть тяжело жить с такими воспоминаниями. В общем, ух, если с тобой что-то случится, то я начну мстить за тебя. И это будет эпично. Слушай, он какими-то реально рифмами говорит. Ему бы надо было в стихописце, в стихотворце идти. И, кстати говоря, я не знаю, что было такое у Руперта в прошлом. Что Руперт по непонятным причинам, видимо, выполняет не просто свою работу, а мстит. Так что, как-то так, ребятушки. Не мстите за себя. Знаете, там еще не Бога. В этом написано в Библии. Так что, до новых встреч. Огромное спасибо за внимание. Скоро увидимся. И пока-пока. Не переключайтесь, ребятушки. Наш баба с морей трясет все. Она с тобой уставшая. Так что так.